В общем-то, для тех целей, которые возлагались без эмоций на этот саммит, я думаю, что мы их достигли. То есть мы собрались и подтвердили с партнерами приверженность, поддержку Украине в вопросе для оккупации Крыма, не признание спробы аннексии с боку России. Очень много выступающих говорили о крымских татарах, говорили о тех репрессиях, я имею в виду главы делегаций, говорили международных держав, партнеров. И, конечно, присутствовал пафос, и тут вот нужно всем давать участникам такого саммита, давать отчет, что нужно реально воплощать или как это, реализовывать, реально делать шаги для реализации этих замыслов. И вот тут, конечно, я говорил и говорил, что с завтрашнего дня должна начаться работа. То есть, что я имею в виду? Насколько я понял, они услышали наши предложения и будут пытаться делегировать представителей каждой страны для так называемой экспертной рабочей группы, которые будут работать по разным направлениям, которые, я бы сказал, очень на те, на которые акцентируются в резолюциях международных институций, когда засучиваются и террор, и репрессии, и пальцвязни, и экологические бедствия, и уничтожение культурной спадщины. То есть, всю проблематику, которую все эти семь лет нарабатывали мы и представляли в резолюциях, как я уже сказал, и объединенных наций, и европейских институций, и вообще это все есть предметом переговоров на каждой встрече на зарубежных платформах, зарубежными лидерами. Смотрите, ну, во-первых, нам нельзя недооценивать присутствие, в первую очередь, наших восточных партнеров, партнеров по бывшему советскому лагерю, потому что именно сегодня Украина продемонстрировала такую доминацию регионального характера, да, и каждый из них имеет свои серьезные проблемы, исторические, политические и сегодняшние в плане претензий и опасений сбоку России, да, а некоторые из этих государств имеют кровавые конфликты на своих территориях. Поэтому тут для нас это, думаю, что может быть является очень важным, что представители этих государств были представлены высшим руководством. Что касается присутствия остальных делегаций, но они делегированы своими государствами, и в последний момент, вы знаете, Соединенные Штаты тоже изменили делегацию по направленности, я бы так сказал. Другое дело, что их заявление, это не только декларация, это и есть принципиальная позиция самих государств в вопросе Крыма. И все зависит от нас теперь. Продолжение следует...